Слава Богу! Аминь! Слава Богу! Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь Иисус, за имя! За имя! Слава Богу! Аллилуйя! Имя, которое превыше всякого имени, имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу! Отец, мы славим Тебя! Мы склоняемся в почтении, и мы почитаем это имя, имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за то, что это имя принадлежит к нам. Спасибо Тебе за всю Твою благость к нам, за благословение и милость Твою. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо Тебе снова сегодня вечером за Твое написанное Святое Слово. Спасибо Тебе за благословенный Дух Святой. Спасибо Тебе снова сегодня вечером за то, что Ты дал нам входить в присутствие Духа Святого. И мы воздаем Тебе хвалу за все, что написано, и за все, что Ты приносишь нам. Вы можете присаживать. Слава Богу. Спасибо Тебе, Господь. Скажите громко, Господь благ и милость Его пребывает вовек. Скажите снова, Господь благ и милость Его вовек. Насколько вовек? Вовек. Слава Богу, навсегда. Вы рады? Аминь. Слава Богу. В том, чтобы, когда я искал Слово, я искал Леса Божие перед этими семинарами, по поводу всех этих зимних семинаров, я учил о молитве на дневном служении. Но на сегодняшнем вечернем служении Бог мне сказал, вернись к азбуке веры, и учи основам веры, азбуке веры. Что такое азбука веры? Что такое основа? Это то, что есть вера, как приходит вера, и как высвободить веру в действии. Аминь. И мы уже говорили ранее на неделе о том, не только о том, как, что такое вера, но и немного о том, как приходит вера. И теперь Слово Божие говорит нам, как, когда, как приходит вера. Как приходит вера? Отслышание. Отслышание. От Слова Божия. Аминь. Теперь, мы не можем верить больше, чем мы знаем. Вера по Писанию основывается и устрояется на свидетельстве, которое дано нам в Слове Божьем. Аминь. Вера приходит в служение Слово Божьего. Неверие приходит от того, что мы слушаем теории людей. Неверие строится на теориях, на предположениях. Вы не найдете этого определения в Словаре, но это хорошее определение. Теория – это предположение, которое строится на невежестве относительно обсуждаемого предмета. Аминь. Но благодарение Богу, что вера устрояется на свидетельстве, которое дается в Слове Божьем. Слава Богу. Вы знаете, что Библия говорит, так же, Евреям 11.6, что без веры невозможно угодить Богу. Без веры невозможно угодить Богу. Или быть угодными Ему, как еще сказано в другом переводе. Потому что приходящий к Нему должен верить, что Он есть, и ищущим Его воздают. Так что без веры угодить Богу невозможно. И если бы Вы спросите меня, если бы Он просил меня иметь веру и не дал бы мне шанса иметь эту веру, то я смог бы упрекнуть Его в несправедливости. Но Он дал мне все, через что приходит вера. Поэтому ответственность лежит на мне. Слава Богу за Его Слово. Вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Но Вы знаете, что проповедуется очень много неверия и очень много теоретических проповедей, вместо того, чтобы проповедовать факты. Я уже давно в служении, сейчас я уже 66-й год в служении, но уже и 50 лет назад, и 60 лет назад, если я выходил проповедовать, Вы знаете, что я был пастором 12 лет. И когда я выходил и проповедовал, я всегда говорил, я не собираюсь говорить Вам, что я думаю, я буду говорить Вам то, что я знаю. Слава Богу за Слово. Аминь. Я как-то вел служение в другом штате однажды, и мы тогда имели длинные конференции, три недели. Это была бы короткая конференция, а мы там могли оставаться по пять, по шесть, по семь недель в одном месте проводить собрание. И у нас тогда были в субботу выходные, и пастор в церкви, где я проповедовал, он сказал, брат Хейгин, вот в субботу вечером мы едем, мы были в городе, а значит, там где-то в пригороде был какой-то преподобный такой-такой, который проводил евангелиционное собрание. И они вот собирались закончить уже в воскресенье, а в субботу мы собирались к ним поехать вечером. И вы присоединились к нам, брат Хейгин, но моя жена оставалась с детьми, они ходили в школу, были маленькие, и я решил с ними поехать, поэтому мы отправились. И, конечно, они обратили внимание на то, что мы там были, значит, они поприветствовали нас, и, наконец, они начали, собственно, евангелизационное собрание. Там были певцы, певцы были хорошие, они пели чудесные песни, красивые, но затем поднялся проповедник и начал, и взял текст из Ветхого Завета. Хорошо, если вы берете текст из Ветхого Завета в цвете Нового Завета, но есть вещи в Ветхом Завете, которые к нам под Новым Заветом не относятся. Но он взял как раз те, которые к нам не относились. Честно вам, добрался до последнего вопроса, и он собирался поделиться своей теорией на эту тему. Я сказал, Господь, Господь, Он всю атмосферу заряжает неверием. И затем Он призвал людей к покаянию. И певцы стали петь, знаете, как это бывает, и Он говорил, что те потерянные люди, которые должны прийти к покаянию, и Он сказал, наконец, Вы никогда не можете сказать точно, но это может быть Ваш вечер. Я сразу подумал о том, что говорит Библия, и Библия говорит, что ныне день спасения, и что это точно Ваше время. Слава Богу, что это действительно Ваше время. Он сказал, это может быть Ваше время. И Он попытался сделать так, чтобы кто-то пришел, и никто не пришел, и нельзя было их обвинять, потому что, может быть, это действительно не было их время. И затем Он продолжал, Он сказал, Он стал рассказывать, как Он покаялся, и Он сказал, что Он в три дня и три ночи молил Бога о спасении. И я подумал, Господи, Библия говорит о том, что Христос был Агнесом, предназначенным к закланию до основания мира. Так что, у Бога уже тогда был план относительно этой. Вы и слышите, да? Так что, никто не пришел к покаянию, но, может быть, Он заставил бы их молиться три дня и три ночи, так что, слава Богу, что никто не пришел. Потому что, если бы они пришли при таких обстоятельствах, они, наверное, все равно бы ничего не получили. Так что, Он предложил людям прийти и принять крещение Святым Духом. И Он сказал, вы знаете, я знаю, что на этом собрании еще никто не получил крещение Святым Духом. Я понимаю, что уже поздний вечер в субботу, и завтра у нас в воскресенье еще служение, но вы знаете, что люди чаще всего получают крещение Духом Святым после полуночи, чем до полуночи. Единственная причина, по которой, как я считаю, они могут получать чаще после полуночи, что они до полуночи Богу не верят в крещение Духом Святым. И опять никто не пришел, потому что Он проповедовал неверие и проповедовал теории. И никто не пришел к спасению, никто не пришел, чтобы быть крещеным Святым Духом. И, наконец, он сказал, ну, брат Хиггин здесь. И вы знаете, он проповедник исцеления. Он сказал, если вам нужно исцеление, я попрошу вас прийти, я попрошу, чтобы брат Хиггин возложил на ваши руки. Я сам в это, правда, не верю, но не очень верю. Он так и сказал, что я в это сам не очень верю. Вот точно такие слова. Не взирая на это не верю. Благодарение Богу за то, что мы проповедуем факты. Павел писал Тимофею, проповедуй Слово. Проповедуй Слово. Он не сказал ему, Тимофей, скажи им, как это до тебя дошло. Или дай им свое мнение, или свою теорию. Он сказал, проповедуй Слово. Все скажите, проповедуй Слово. Смотрите, вера строится на фактах, на фактах Божьего Слова. Вы можете сказать, аминь. Вера это спутник знания. Это значит, что она идет вместе со знанием. Она приходит в душу вне зависимости от наших усилий. То есть, никакого усилия не требуется от человека, от воли человека, от интеллекта, чтобы пришла вера. Потому что, как только приходит свет, вера уже там. Вы слышали это? Вот почему мы вдохновляем людей на то, чтобы они размышляли над Словом. И они, когда размышляют над Словом, оно проникает в них в сердце, и вера уже там. Вы слышали о моем, мою историю о том, как... Однажды, в 50-м году, в 1950-м году, мне Бог сказал конкретно проповедовать о вере. Я раньше еще проповедовал о вопросах веры, но я еще не делал это так конкретно, но я слышал голос с неба, такой реальный, как если бы мне сказал человек. Я хочу, чтобы ты учил мой народ вере. Я уже достаточно показал тебе и Слово, и у тебя есть свой личный опыт. Проповедуй, учи людей о вере, о том, что я тебя научил. Я очень часто даю свидетельство о моем исцелении, как я был поднят, как я был рожден, фактически доктора сказали, что мы не можем спасти и мать, и ребенка. Мать была очень... тяжело рожала, и у нас было три врача сразу, три лещих врача. И они потом говорили, что мы решали спасти ребенка или мать, так что мы решили спасти мать. И там в 1917-м году много сделать было нельзя, поэтому я был рожден дома, и я был фактически рожден мертворожденным. Мне бабушка говорила, что я был рожден, я был по размеру, не больше крысы был. И она говорит, что лицо даже в ней было похоже на человеческое. Она была какой-то неправильной формы, и после того, как ты был рожден, доктор Ирвин, который был лечащим врачом, сказал, что он просто... Он взял у тебя, не было никакого вообще признака жизни от тебя, поэтому он сказал, вот миссис, он просто мертв, и он положил меня прямо там на кровать, и через 40 минут, через 40 минут... Там в это время, пока они смотрели, чтобы с матерью было все в порядке, доктор сходил в офис, взял что-то там, вернулся, потом доктор оставался с ней весь день, чтобы помочь ей выжить. И через 40 минут, после того, как на меня положили, доктор Ирвин взял меня снова, сказал, нет, он мертв, и он недоразвит, вы видите. И бабушка сказала, что я, наверное, пойду просто его и закопаю в саду, выкопаю яму и закопаю его в саду. И вот бабушка сказала, что мама твоя отдыхала, и я взяла тебя, я пошла через заднюю дверь, и я остановился у коптильни. Там была такая коптильня, где мы коптили мясо, но там был также склад вот всяких принадлежностей для сада, и она сказала, я остановилась взять лопату, и я взяла лопату и стала направляться уже к двери, ведущей в сад, и вот она вышла в сад, и вдруг она увидела какую-то вспышку, у нас был сад, и она увидела вспышку какой-то жизни во мне. Она тут же вернулась, почистила меня, помыла, они меня еще и даже и не мыли, и она закутала меня в какую-то пеленку маленькую, и я весил где-то 900 грамм. И она говорила, что шансы твои на то, чтобы выжить, были практически равны нулю, ты никогда не брал, не принимал ни грудь, ни пил из бутылочки, потому что мать не могла кормить грудью по состоянию здоровья, а из бутылки ты даже тоже не мог пить, как говорила бабушка, потому что ты тут же синел и становился черным, как негр. И единственное, как я могла тебя кормить, это взять маленькую глазную пипетку и по капле, по капле молоко закапывать тебе в рот. Долго это требовалось, чтобы тебя накормить. И когда Иисус явился ко мне в этом видении, когда мы имели палаточное собрание в 1950 году в Техасе, Он сказал, я призвал тебя еще до твоего рождения, я отделил тебя на служение мне еще из у трубы матери. Сатана пытался уничтожить тебя еще до твоего рождения и много раз после твоего рождения, но ангелы хранили тебя и заботились о тебе. Я верил в то, что они мне говорили, что это было не для меня. Вот тогда у них в Ветхом Завете Иисус исцелял, да, ну и апостолы исцеляли, но когда умер последний апостол, все это прекратилось. Я просто лежал и ждал, пока я умру. Потом во время молитвы, во времена молитвы, когда я молился, внутри меня что-то какое-то внутреннее свидетельство говорило мне. Внутреннее такое свидетельство, что ты не должен умирать. Я продолжал задавать вопросы, я других людей спрашивал, других людей, которые были из другой церкви, из другой деноминации. И они говорили, например, такие вещи, как, ну, Бог, ты знаешь, Бог, Он монарх, Он царь, Он правит над всем, если Он кого-то захочет исцелить, Он может исцелить, но иногда Он исцеляет. И тут же приходил дьявол и говорил, но тебя Он не исцелит. И поэтому это снова как бы крало из меня вот этот свет, знания. И я был прикован к постели, и приходили разные христиане, или люди, которые назывались христианами. И я спрашивал их, и мне примерно такие же, мне примерно одинаково они все говорили. То есть в итоге все сходилось на том, что исцелиться я не мог, что сегодня Бог не исцеляет по какой-то причине. И я... Что-то внутри меня настаивало, буквально настаивало, слава Богу за Духа Святого. Если вы рождены свыше, Дух Святой уже пребывает в вас. И что-то внутри меня продолжало говорить тебе, ну не нужно умирать в таком раннем возрасте. И затем я обратился к слову. В моем состоянии мне иногда требовалось 40 минут, чтобы перевернуть страницу, потому что от пояса и ниже я был полностью парализован, а выше я был частично парализован и не мог полностью управлять своими движениями. Моя мама рассказывала мне, что она, когда она нянчилась со мной тогда, она говорила, что я не мог даже вилкой есть, потому что я попадал мимо рта и ранил себя. Мне требовалось просто... Я не мог даже поднять страницу и перевернуть. Я просто страница переползала вот так вот. Я двигал ее пальцами по другим страницам. Это занимало 40 минут. Следующим, я мог снова читать. Большую часть времени, вот все это лето 1933 года, я мог считать только где-то по 10 минут с утра. Мама сидела рядом. И я видел практически только белую страницу с черными точками. И иногда я впадал в бессознательное состояние в кому, буквально на 2-3 недели. Потом я спрашивал, мама, а какой сегодня день? Я даже спрашивал, сколько времени? И уже она мне говорила, какой день, потому что дни проходили. И, наконец, я сказал, надо, чтобы пастор мой пришел. Я попросил бабушку. Это были дни Великой депрессии, экономического упадка в Америке. Телефонов тогда не было. Это была роскошь в Америке тогда. И мой пастор жил только за 2 квартала от меня. Вы знаете, мой дед жил за 1 квартал от известной очень улицы. Он хотел сначала купить дом на этой улице, но потом, как ее назвали, улицы миллионеров. Но потом налоги там были слишком высоки, он купил дом подальше от нее за 1 квартал. И вот пастор жил совсем недалеко от нас, и бабушка сказала, я поговорю с этим пастором, который был доктором таким-то. И она сказала ему, что вот этот ребенок уже четвертый месяц прикован к постели. Он вспомнил меня, он сказал, да, я приду. Вот. Я хотел спросить этого пастора и проповедников вообще. Там написано, что когда молитесь, верьте, что получите. Верьте, что получите. Это Марка 11.24. И я хотел узнать, так ли это на самом деле. Потому что, когда я начал размышлять об этом, когда я начал цитировать буквально это Богу в молитве, дьявол приходил и говорил, это не значит, что это то, что ты желаешь исцеления, или процветания, или благословения финансовое. Это только твои какие-то духовные желания. И он спросил мою бабушку, этот проповедник, когда я могу прийти, а вот во вторник не могу, я вот сдалась, уезжая, вот я в четверг, нормально. Она сказала, да, вот этот больной, он ничего, но с 8.30 он как-то уже впадает в какой-то ступор. Поэтому, но поскольку тут совсем рядом, то он обещал прийти утром до 8.30 утра, или вот в это время. Слава Богу, что он никогда не пришел. Вы спросите, почему? Я узнал потом, когда я был исцелен уже, я вернулся в церковь, я дал свидетельство о том, что я был исцелен, а он сказал, бедный мальчик так долго лежал в постели, что у него разум повредился. Но я тогда три дня и три ночи плакал, что он не пришел. Вы знаете, это великий урок, который я тогда получил. То, о чем вы сегодня плачете, может быть, вы завтра будете кричать от радости об этом. Аминь. Аллилуйя. Так что моя тетя, она пошла в другую церковь. Наш дом тогда, мои родители развелись, когда мне было 9 лет, жили раздельно, я жил с моей матерью и с ее родителями. А моя тетя, она была, занималась детским служением, детским служением и подростковым в церкви. Она была старой девой долгое время, но, наконец, вышла замуж. И вот, чтобы попасть ей в ее церковь, она ездила на машине, у нее была машина, и ей нужно было проехать мимо моей церкви. Но она меня в мою церковь не возила, она меня заставляла ездить в ее церковь и подвозила на машине с этим условием. Потому что я добавлял, как бы, ей еще одну единицу в ее подопечных, еще одну душу. И она... Я за три года всего шесть раз был с ней в церкви, потому что она была в церкви только на Рождество и на Пасху. И вот она сказала, «Мой пастор придет, он хороший проповедник». Я думал, что проповедники знают Слово. Я тогда думал, что они знают, но, как правило, я выяснил, потому что редко кто из проповедников действительно знает Слово Божье. Но она поговорила с этим пастором, она сказала, что вот он так тяжело болен, и он сказал, «Да, я приду». Но я не верил, что он придет на самом деле, потому что мой собственный пастор не пришел. Но, наконец, он все-таки пришел. Я не мог точно видеть, когда он вошел в комнату. Я мог слышать, но я мог видеть только какую-то фигуру или силуэт. Я не мог сказать даже, «Корова, лошадь, зажгла там человек». Но я услышал голос, я узнал его. И так... В то время ко мне могли заходить только по одному. И так он вошел, он взял меня за эту руку, и я услышал, как он сказал, «Просто будь терпелив, мой мальчик, через несколько дней все закончится». Мой язык и мое горло, они тоже были частично парализованы. И семья могла понять то, что я хотел сказать. И я пытался ему сказать, что там Библия, и там Марка 1124. И все, что я мог сделать, это... только звуки издавать. Так что он положил мою руку и вышел из комнаты. Просто будь терпелив, мой мальчик. Буквально через несколько дней уже все закончится. Я услышал, как он в соседней комнате молится. К нам не приходили проповедники, я вот тут пришел, и он молился. Боже, приготовь их сердца к этому часу утраты, который грядет. Что-то внутри меня встало просто. Я увидел, как я внутри сам себя, внутри я встал, сделал руки рупором и закричал, «Я же еще не умер!» А затем он молился за маму, «Бог, благослови ее!» Конечно, Бог должен был благословить мою маму и помочь ей, да, вы понимаете. Но я внутри себя сам как бы встал и хотел закричать, что... Я встал внутри себя, и я хотел кричать, что я еще не умер. Это был август 1933 года. Днем стало темно. Он вынул из меня последний свет, который был у меня. Я погрузился во тьму. Он ушел, бабушка вернулась в комнату. Я сказал, где мама? Она сказала, она пошла в свою комнату, она плачет. Бабушка сказал, сын, ну, ничего, что он приходил, ведь он все-таки единственный проповедник, который пришел к тебе. Я сказал, да ну, вроде ничего. Я же говорю, они меня понимали, родные меня понимали, и я не мог говорить как следует, потому что язык и горло были частично парализованы. И она сказала, какие песни тебе нравятся, сынок? Какие твои любимые песни? По той или иной причине, я еще не знаю даже, какая у меня до сих пор любимая песня. Какая твоя любимая песня? Я сказал, я даже не знаю, ну, хочешь что-нибудь? Хочешь что-нибудь сами для себя? Андрей говорит, что это про покороны речи славы, то есть из-за этого контекста непонятно. Так что они обсуждали какие-то детали. Касательно похорон, видимо. И она ушла. Да, какую песню спеть на похоронах? Я погрузился во тьму, когда она ушла. Я лежал там в конце августа, весь сентябрь, весь октябрь, и почти весь ноябрь, почти три месяца я ждал, когда я умру. Было темно. Я просил их принести Библию, и в ноябре, вот когда стало холоднее, я снова смог немножко двигать конечностями и выше пояса. И я мне принесли Библию, я снова стал читать Марка 11, 23, 24. И я читал уже еще до этого в пятой главе Марка о женщине с кровотечением, вы помните эту историю, когда она 12 лет страдала кровотечением, и она сказала, и потерпела от врачей, еще пришла в худшее состояние, источила всеимение свое, и она сказала в сердце, если только я прикоснусь к краю одежды Иисуса, то исцелею. Иисус сказал, дерзай череп, вера твоя спасла тебя, вера твоя исцелила тебя. И вот это место, Марка 11, 24, я искал, вот это уже ноябрь 33-го года, вот с апреля 33-го года я искал, как же мне исцелиться. Мне все снаружи говорило, что я не могу исцелиться, а что-то внутри меня говорило, что ты можешь исцелиться. Но я начал размышлять над Маркой 11, 24. И я размышлял над этим, и внутри себя я услышал голос, мы называем это тихий голос Божий. Что это и чем этот голос является на самом деле? Это голос вашего духа, это голос вашей совести, это голос, в котором говорит ваш дух, а Святой Дух пребывает внутри вашего духа. И ваш дух берет слова у Святого Духа и говорит вам. Это первое откровение, которое я получил о вере. Я услышал этот голос. Ты заметил, что когда она получила исцеление, Иисус сказал ей, вера твоя спасла тебя, вера твоя послужила твоему исцелению. Я подумал на эту чему, и я уже мог перевернуть страницу за 10 минут где-то, перелистнуть, и я вернулся к Марку, и я прочитал это место, этот стих, который я процитировал вам, что вера твоя спасла тебя, вера твоя спасла тебя была. Это пришло как откровение мне. Ее вера послужила и к ее исцелению. Так что внутри меня я услышал такие слова. А ты слышал, чтобы кто-нибудь когда-нибудь говорил, что с верой все закончилось? Я тоже остановился и подумал так. Разные проповедники, которых я слышал, учителя в воскресной школе, и я понял, что на самом деле нет, никто не говорил, что вера закончилась, что вера кончилась. И я услышал голос нет и не услышишь, потому что если бы вера закончилась, то не было бы церкви, не было бы христиан, ни кто бы не спасался сегодня, никто бы не был спасен, потому что христианам 2.8 говорит, что по благодати вы спасены через веру. Они не сами, это дар Божий. Я сказал, правда ведь? Точно. Если бы закончилось все с верой, то ничего бы этого не было, и внутренний голос мне сказал, если ее верой спасла ее, твоя вера может спасти тебя. Если вера могла исцелить ее, твоя вера может исцелить тебя. Аллилуйя. Ну, я понял, что я могу быть исцелен по вере, по собственной вере. Я поверил в это, но до сих пор оставался приклон кровати. Если бы вы вошли ко мне в комнату, и у вас была бы бейсбольная бита в руке, и вы сказали бы, я тебя побью сейчас и буду бить, пока ты не умрешь. Только скажи, что ты не веришь, что ты будешь исцелен. Я бы сказал, бейте меня, убивайте меня, делайте что хотите, но я верю, у меня есть вера, что я могу быть исцелен. Но это тогда не послужило мне к исцелению. Я не был исцелен тогда. Я не знал, как высвободить свою веру в действии. Это так просто. Мы спотыкаемся буквально о простоту этого. Аминь. Аминь. Это просто. Аллилуйя. Вот с этого времени, как я услышал голос, что вера твоя может спасти тебя, и до того, как я был исцелен, еще 9 месяцев я был прикован к кровати. И мама ухаживала за мной. Я был, она меня буквально носила на руках, она помогала мне во всем. Я лежал на двух высоких, полу лежал на двух высоких подушках, подушках, и это были мои настольные стихи Марка 11, 23, 24. Я читал это снова и снова. Однажды я всю ночь цитировал Марка 11, 24. Может быть, тысячу раз я произнес это тогда. всю ночь, и многие ночи, я произносил это почти столько же времени. Я не знал только единственное, как это. Есть такая история, рассказывается об одном парне в Луизиане. Он шел через какую-то местность, и там были заросли, такие, там была тропинка, и он услышал, кто-то кричит, мужчина кричит, и он услышал рык пумы, такого кугуара, они водятся там в Луизиане, такие пумы. Он завернулся, завернулся за поворот, и вдруг увидел, как такое ощущение, что мужчина держал эту кошку в объятиях. И он сказал, ты хочешь, чтобы я помог тебе подержать? Нет, говорит, чтобы ты помог мне отпустить ее. Иногда нам нужна помощь, чтобы отпустить нашу веру от нас, чтобы она начала действовать. Я начал молиться, и там написано, что чего вы желаете, когда молитесь, верьте, что получите, и будете иметь. Аминь. Так что я сказал Господу в молитве, Господь, когда ты был на земле, ты сказал, это твои слова, что чего-нибудь не попросите, чего не попросите в молитве. У меня никогда не было нормального тела, я никогда в жизни не был здоров. И я, ты сказал, будете молиться, я молился. Ты сказал, будете верить. Если будете верить, я верю. Субтитры сделал DimaTorzok